Глубоко уважаемые коллеги, разрешите вам представить доклад по певариационной антибиотико-профилактике в хирургической онкологии, где будут отражены современные тенденции по данной проблеме и личный опыт нашего отделения. Начнем с определения. Инфекция области хирургического вмешательства – это инфекция хирургического разреза органа или полости, возникающая в течение первых 30 дней после операционного периода, при наличии импланта до 1 года. Все инфекции области хирургического вмешательства соответствуют инфекции хирургической раны и инфекции органа, или полости. Инфекции хирургические раны делятся на поверхностные, выкроются только кожей, подкожевая клетчатка, и глубокие выкроются мышцы и фасции. Что же такое переоперационная антибиотика-профилактика? Это профилактическое применение антимикробных препаратов с целью снижения риска развития инфекции в области хирургического вмешательства. Экспериментальные клинические исследования убедительно показали, что антибиотика-профилактика позволяет снизить частоту послеоперационных инфекционных увлажнений с 20-40 до 1,5-5%. Инфекция в области хирургической инфекции является второй по частоте назакаминальной инфекцией после пневмонии, развивается у 2-5% пациентов после чистых операций вне органов брюшной полости и осложняет течение до 20% всех абдоминальных операций. Пациенты с инфекциями, возникшими после операции, проводят на 60% больше времени варит, 5 раз чаще требуют повторной госпитализации и имеют в 2 раза больше летальности. По данным наших американских коллег, возникновение инфекций в области хирургического вмешательства продлевает сроки пребывания больного в стационаре на 10 дней и увеличивает стоимость госпитализации на 2000 долларов. Какие же пути развития инфекции? Чаще всего это микрофора кожи вместо разреза, в основном это будет стафилококки, или микрофора оперированного органа в зависимости от зоны операции. В этом случае разовьется эндогенная инфекция. В том случае, если микроорганизм попадает вовне, чаще всего это инструментальный контактный путь с руками персонала, это разовьется экзогенная инфекция. Также возможен комбинированный тип развития инфекции. По данным системам по надзору за назокомиальными инфекциями в США, наиболее частными изобретениями инфекций в области хирургического вмешательства являются золотистые и кологлазо-низативные стафилококки, энтерококки и кишечные палочки. По данным целого, 62-5% хирургических хронических инфекций отвечает 7 видов бактерий кишечная палочка, стафилококк, протеи в меньшей степени псевдомоносорогеноза, бактероиды, стрептококки и клостридиум перфингас. Необходимым условием развития инфекций в области хирургического вмешательства является микробная контаминация раны. На развитие инфекции в ране также влияет характер и степень повреждения, наличие инородных тел и нежизнеспособных тканей. Риск развития инфекции значительно возрастает, если контаминация области хирургического вмешательства превышает 10,5 микробных клеток в грамме ткани. Однако в присутствии инородных тел эта доза снижается до 10,2. Также у иммунокомплементированных пациентов инфекция развивается в присутствии небольшого количества возбудителей. Какие же показания для проведения антибиотиков в профилактике? Она показана при всех условно чистых и сгрязненных операциях. При чистых операциях антибиотик и профилактика проводятся в случаях, когда потенциальная инфекция представляет серьезную угрозу жизнью и здоровью больного. Такие операции, как подразделение крапула в сердце, аортокоронарную шантиру, имплантация суставов. А также, что очень важно, при наличии у больного факторов риска инфекции в области хирургического вмешательства. Какие же бывают факторы риска? Первая часть – это состояние пациента, о чем разговор пойдет в дальнейшем. На втором месте – это факторы, действующие в предоперационном периоде. Это время нахождения пациента в стационаре, наличие или отсутствие у него предоперационной очистки кишечника. Факторами, действующие во время операции, будут продолжительность операции, травматичность ее, объем кровопотерей. Факторы, действующие в послеоперационном периоде, неблагоприятны. Это непреднамеренная гипотермия, неадекватное обезболивание, нарушение асептики, антисептики во время процесса перевязок. Фактором окружающей больничной среды, в первую очередь, является наличие в стационаре злокачественных и резистентных, полирезистентных микроорганизмов. Фактор риска, связанный с микроорганизмом, относится возраст, чем старше пациента, чем чаще у них развивается инфекция, общее состояние пациента, нарушение питания, таких ожирений или кахексии, иммуносупрессии, онкологические заболевания, противоопухоли лечения, антибиотикотерапия до операции, курение, алкоголизм, сахарный диабет, сопутствующие заболевания и наличие отдаленных очагов инфекции. Онкологические больные сами по себе относятся к группе риска в отношении развития хирургических раневых инфекций в связи с исходным иммуно-иммуносупрессией в результате как самого опухолевого процесса, так и химио-лучевого лечения. Наличие онкологического заболевания является независимым фаштным риском развития послеоперационных осложнений. Поэтому необходимо осуществлять профилактику инфекции области хирургического вмешательства как при выполнении различных операций, включая так называемые чистые операции, так и при некоторых лечебно-диагностических вмешательствах. Риск развития инфекции области хирургического вмешательства онкологического больного значительно превышает такой у пациентов с общихирургическим заболеванием. Кахексия встречается у 20% онкологических больных с заболеванием ЖКТ. При дефиците клеточной массы тела более 15%, тяжелое послеоперационное осложнение развивается в 7-4 раза чаще при раке желудка и в 2-9 раз чаще при раке толстой кишки, чем у пациентов с нормальной клеточной массой. Пациент онкологических клиник довольно долго пребывает в стационаре, что приводит к высокой галонизации полирезитентными госпитальными штаммами микроорганизмов. Кроме этого, послеоперационные и гнойно-септические осложнения выступают и как неблагоприятные прогностические факторы, ухудшающие отдаленный результат лечения. В исследовании Цушимото было продемонстрировано, что послеоперационные осложнения достоверность снижали показатели 3- и 5-летней выжимаемости больных раком желудка после радикальных операций при 2-й и 3-й клинических стадиях заболевания. По мнению автора, вероятнее всего, это объясняется активацией под воздействием цитокинов воспаления так называемых единичных дремлющих раковых клеток, остававшихся в ложе опухоли или зонах возможного регионарного метастазирования, активацией, прелефераций и метастатического потенциала этих клеток. Для эффективности антибиотика профилактика крайне важным имеет выбор препарата. Так, в различных эксклюзиональных и клинических исследованиях было показано, что основным условием эффективности антибиотика для интероперационной профилактики является его высокая и быстрая бактерицидная активность против грамм положительных микроорганизмов, прежде всего, стафилококков. Этому требованию в наибольшей степени соответствуют бета-локтамные антибиотики, из которых оптимальными являются цефалоспорины первого и второго поколения, такие как цефазолин и цифороксин. По высоким рискам контаминации анаэробными бактериями, особенно рода бактероидос, в эндоминальных хирургиях и на операциях на малого таза, к цефалоспоринам рекомендуется добавить метранидозол или использовать ингипетрозащенные пенициллины, обладающие антианайробной активностью, такие как амоксиклав или ампициллина сульбактам. В случаях же, если развивается у пациента есть в анамнезе аллергия на пенициллин, рекомендуется использовать клиндомицин или ванкомицин. А многие специалисты предлагают отказаться от использования цефазолин только в том случае, если имеется выраженная иммуногаммулин Е-аллергия, такая как крапивница, ангеневротический отек или анфилоксия. Правда, даже в этих случаях это выглядит сомнительно, так как перекрестные реакции возникают только тогда, когда боковые цепи R1-пенициллинов и цефалоспоринов похожи. Но это утверждение не относится к цефазолину. Цефалоспоринами с боковыми цепями R1 аналогичными пациентами являются в цефалексин, цефаклор и цефадроксил. Кроме того, надо учесть, что перекрестные аллергии на цефалоспорин отмечаются только у 4% пациентов с положительной кружной пробой на пенициллин. Крайне важным является и выбор времени введения антибактериального препарата. Так, по мнению американских коллег, успешная профилактика требует доставки антимикробного препарата к месту операции до того, как произойдет контоминация. Таким образом, антимикробное средство следует вводить в такое время, чтобы обеспечить концентрацию в сыроводке и танях, превышающую минимальную ингибирующую концентрацию для вероятных организмов, связанных с процедурой в момент разреза и в течение всей процедуры. Гибель бактерий под влиянием бета-локтамных антибиотиков зависит от времени воздействия. Киринг зависит от поддержания концентрации антибиотика выше минимальной бактериальной концентрации в течение максимально возможного периода подлительности. На графике показано время введения антибиотика за 30 минут до предполагаемого разреза. В этом случае, если мы введем антибиотик здесь и через 30 минут разрез, то превышающий антибиотик, миг концентрации антибиотика разовьется как раз во время разреза и будет продолжаться достаточно длительное время. Однако не всю операцию. В том случае, если будет введен антибиотик одновременно с разрезом, то появится зона, когда действие антибиотика будет еще недостаточным для подавляющей минимальной ингибирующей концентрации, что вызывает опасность развития инфекции. Но при этом стоит отметить, что в этом случае продолжительность действия антибиотика будет несколько длиннее, чем в предыдущем случае. Рекомендуется вводить бета-локтамный антибиотик за 30 минут до разреза. Большинство исследователей полагает, что проводить инфузию антимикробного препарата следует в интервале 15-45 минут до разреза. Пациентам с индексом массы тела более 30 следует вводить антибиотик не ранее, чем за 30 минут до начала операции, так как у них время, которое понадобится препарату, чтобы достичь запланированной кастерации ткани, больше. Повторное введение антибиотика непрередимо при длительности хирургического вмешательства более двух периодов по введению использованного. препарат. Так, у цифлолоспорина это 1,2 и 2,2 часа. То есть надо вводить будет антибиотик примерно через 3-4 часа. В связи с такой формой дозирования, повторное вболюсное введение антибиотика приводит к его синоидосинодальному профилю концентрации в организме. Чтобы этого избежать, многие исследователи рекомендуют постоянную инфузию бета-локтамов после их болюсного введения. Методика продленной инфузии бета-локтанов и антибиотикопориальных препаратов посвящена значительно более высокие его концентрации, выше уровня в миг в плазме и тканях пациента во время операции, хотя не сопрождается улучшением результатов в случае случаев инфекции в области хирургических мишельств. Также показано повторное введение антибиотика при значимой карпотере и с его повышенной элиминации. Показание является карпотере более 30% АЦК или 1,5 литра крови у взрослого человека. Для упрощения схемы дозирования обычно используют бета-локтамные антибиотики по 1 грамму цифразолина, цифоксаратина, цифтитана для пациентов массы тела менее 70 кг и 2 грамма пациентов 70 кг. Цифороксин применяется в дозе 1,5 грамма для всех пациентов. Это по сведениям наших американских коллег. На стороне часть всего точки осечения является 90 кг. Также рекомендуется увеличить дозу цифразолина до 3 грамм. У пациентов масса тела больше 120 кг, но при этом не обсуждается изменение дозировки с увеличением массы тела для многих других препаратов. Какая же должна быть продолжительность антибиотика и профилактики? Рекомендовано в большинстве случаев в целях переоперационной профилактики однократное введение антибиотика. При необходимости продленной профилактики препарат отменяют не позднее, чем через 20 часа, 4 часа после операции, даже при наличии дренажей. При этом сила рекомендации 1, уровень доказательности А. Рекомендовано в некоторых случаях, в частности при кардиохирургических операциях, трансплантации печени, эндопротезировании тазобедренного сустава, возможность продления и введения антибиотика до 2 суток, но при этом сила рекомендации 3, а уровень доказательности всего лишь С. В исследовании ЧАРа было показано, что продление переоперационной антибиотикой профилактики более 24 часов всегда ассоциировано с более высоким риском инфекции в области хирургического вмешательства, вне зависимости от наличия или отсутствия факторов риска. Также больные, получавшие продленные переоперационные антибиотикой профилактики с цирной, чаще страдали антибиотикой ассоциированной диареей. В соответствии с национальными рекомендациями, нашим стандартным проводится стандартная антибиотика профилактика двумя препаратами цифуроксин и лексиклав в зависимости от области проведения операции. При этом процент инфекционных осложнений в зависимости от теления колеблется примерно в районе 50%. Но в 1918 году у нас случился существенный рост этого осложнения на онкохирургическом отделении. Более 50% операций осложнялись нагноением. А в 2019 году на онкогинекологическом отделении при пластных операциях больных с высоким индексом наста тела тоже был значимый прирост количества данной инфекции. Первоначально при бариктологическом исследовании выявлялись разнообразные флоры. Часть всего это чувствительные проводимые переоперационные антибиотики. Это стафилококки, кишечная палочка, это бактериации, цинтобактера львов или энтерококки. В дальнейшем, конечно, в процессе лечения флора менялась на гипоцитальную порезистентную. И с этим были произведены все необходимые противопедемические операции, но они не привели к значимому излучшению ситуации. Для того, чтобы понять причины, мы обратились к литературе и там нашли следующее положение. Так, при колоректальной хирургии на первом месте среди пробов, вызывающих инфекцию в области хирургического вмешательства, стоит грамм положительной стафилококки, чаще всего золотистой кокки, потом анаэробы, чаще всего бактероидофрагельс. На третьем месте грамм отрицательной кокки, это эшрихиаколи. При онкогинекологических операциях на первом месте будут стоять стафилококки и энтерококки. Но при этом, при исследовании пенсионного материала анаэробы выявляются в 64,3% наблюдений. Какие же возможны причины неэффективности антивиазической профилактики? Так было показано, что у больных с ожирением она значительно чаще, чем у больных с нормальностью тела. Также увеличение индекса массы тела пациента и интероперационная гипотензия является независимым предиктором риска инфекции обоихиологического вмешательства. Данный фактор мог являться объяснением причины наших неудач на онкогинекологическом отделении при операциях у больных с высокой массой тела. Также надо обязательно участвовать, что постоянная эволюция резистентности бактерий к использованию для переоперационной профилактики препаратам растет. И в частности, одним из важных факторов, приводящим к неэффективности проводимой антибиотикой в профилактике, может быть возникающая нечувствительность антибиотиков, используя с этой целью бактероидосфрагельц, наиболее часто выделяемую при данном осложнении микроорганизма. В результате нарушения барьерной целостности кишечника и бактериальной транслокации, перехирургическим вмешательством и снижения уровня иммунитета бактероидосфрагельц содержится в 30-60% случаев инфекций гнойно-септического характера, особенно раневых и абдоминальных, множественных органных и неорганных абсцессов брюшной полости, эндометритах, сальпингитии, урологической инфекцией и другим. Одним из негативных факторов для нормальной жизнедеятельности бактероидосфрагельц строгого анаэроба является кислород. Однако клинические штаммы бактероидосфрагельц, вызывающие инфекцию у человека, являются одним из самых аэротеррелентных, то есть способных расти в присутствии кислорода анаэробов. Высокая аэротеррелентность, позволяющая выживать в оксигенированных тканях, является одним из факторов, способствующих патогенности бактероидосфрагельц. Непогоприятные тенденции последних лет в связи с этим, что бактероидосфрагельц демонстрирует повышенную устойчивость к противомикровным препаратам, связанным с продукцией бактероидосфрагельц, пеницелиназ и цифлоспориназ. Устойчивость к природным и полусноченым эпицелинам и цифлолиназ при этом приближается к 100%. В связи с этим мы задумывались о расширении антибиотика, модификации антибиотика профилактики и обратились к литературе, где нашли такое положение, что при проведении антибиотик профилактики в колоректальной хирургии у пациентов с высоким риском после операционных инфекционных осложнений в этиологии инфекции области хирургического мешательства на связи со стафилококками, анаэробами, актуальными становятся и грамотрицательные интербактерии. В этой связи расширение спектра антибиотика для интероперационной профилактики становится оправданным. В таких ситуациях для профилактики ремендуется использовать карбаминемо-антибиотик Эртепенем, который с 2007 года одобрен ФДА. По этим показаниям в нашей стране такое показание не зарегистрировано. В мировой литературе мы нашли большое количество подтверждений эффективности применения Эртепенема с данной цели. Так, при использовании Эртепенема количество инфекций было достоверно ниже на 10% при применении тефотетана. При этом не обнаружено было возрастание количества инфекций, вызванных кластеридими дефицитами. Эртепенем проявлял наиболее высокую активность по сравнению с препаратами сравнения пенициллином, цифтриаксоном, цифепимом и амексикламом в отношении микробов семейства антерибактериации, марокселла, катархалис, метелинчувствительного штамма стафилококуфораврелус. Эртепенем был наиболее активным препаратом в отношении антерибактериации по сравнению с амексикламом, цифтриаксоном и пеперицелином тазобактамом. анаэробных микроорганизмов. По сравнению двух режимов переоперационной антибиотики из выделенных и изученных бактерий 66,7% в группе фтефатитана были чувствительны к фтефатитану, когда только 16,3% бактерий в группе ртепенема были устойчивы к ртепенему. В сравнении с другими антибиотиками только после введения 1 г ртепенема в течение 4 часов сохранялось достаточное для антимикромного эффекта в отношении кишечной палки и стафилококлус-РС с концентрацией препарата в организме. По мнению Итани, его применение представляется привлекательным в качестве средства переоперационной антибиотики и парклатики в плановой колоректальной хирургии, так как он характеризуется быстрым внутривенным введением, широким спектром действия против потенциальных патогенов, длительным периодом поведения, поэтому не требует чаще всего повторного введения, и профилем безопасности. Однако при этом надо учесть, чтобы показано, что рутинное применение ртепенема приводит к росту числа карбинема, резистентных шрамов и шерихи околи. Основываясь на этих данных, мы в течение нескольких месяцев преиспользовали ртепенем для переоперационной антибиотики и профилактики у всех пациентов онкохирургического отделения и количество случаев инфекций облачных хирургического вмешательства резко снизилось. А после перехода на стандартные препараты повторных вспышек инфекции не отмечено. На онкогеологическом отделении мы до сих пор применяем ртепенем только в время лопартомии у пациентов с избыточной массой тела. На этом фоне количество инфекций облачных хирургических вмешательств стало обычным для данного штационара. Выводы. Переоперационная антибиотика профилактика показана при всех онкохирургических вмешательствах. Продлинная переоперационная антибиотика профилактика не улучшает результаты хирургического лечения а способствует развитию осложнений. Ртепенем с целью переоперационной антибиотики профилактики может рассматриваться в ситуациях с высоким риском развития послеоперационных инфекций вызванных полиазистентными интербактериями и у пациентов из группы высокого риска инфекций в области хирургических вмешательств. Спасибо за внимание.